В декабре готовится не только к новогодним праздникам. Есть торжество, которое заслуживает особого внимания. 75-летний юбилей Великой Победы. В правительстве провели заседание Оргкомитета. Главы Министерства, аппарат правительства обсудили планы подготовки. В мероприятии состоялось День Героев Отечества. В этот знаменательный день мы проводим, наверное, все же крайнее заседание Оргкомитета Победы в уходящем году. Хотя, если будет потребность, то обязательно найдем время. И сегодня нам совместно необходимо подвести итоги работы уже за уходящий год. А самое главное – обсудить подготовку к предстоящему году памяти и славы. Губернатор наградил выдающихся общественных деятелей. Звание Героев Малой Родины получили ульяновцы, которые активно участвовали в жизни нашего края. Активных граждан занесли в региональную книгу почета и одарили наградными знаками. Затем приступили к главной теме заседания – как Минздрав заботится о наших ветеранах. Инна Чегирева отчиталась о проделанной работе. В регионе функционирует 39 мобильных бригад, куда входят соцработники и медики. А в больницах региона действует 96 специализированных палат. Там же организована система диспансеризации. Медосмотры ветеранов обещают провести до 1 апреля 2020. Также у нас находится на контроле лекарственное обеспечение ветеранов. За этот год обратилось за льготным лекарственным обеспечением 33 человека. Все они обеспечены всеми необходимыми лекарствами, те, на которые у них выписаны рецепты. Молодежи необходимо напоминать о подвигах. Юные ульяновцы не заскучают от учебников и конспектов. В авиационном колледже придумали проект «75 шагов к великой победе». Квесты на эрудицию, оказание медпомощи и военное дело. Проект стартовал в октябре. Все студенты Ульяновска подключились к военно-патриотическому движению. В октябре-ноябре у нас уже были подведены итоги и заканчиваем это в мае. То есть это у нас, естественно, будет парад победы, это будет бессмертный полк, заключительные такие этапы. Подведение итогов мы планируем после 15 мая. Проект проводится на конкурсной основе. Самые активные студенты-победители отправятся в путешествие. Главными призами будут поездки в города-герои. Волгоград, Санкт-Петербург и Москву. Виктория Черкова, Юрий Ломатов, Новости Уллправды ТВ.